МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цитата. Это может быть из любой страны. Власти Объединенных Арабских Эмиратов уже начали прием заявок на выдачу 5- и 10-летних виз известным ученым, высококвалифицированным специалистам и талантливым студентам. Бизнесмен из Флориды обвиняется в мошенничестве в сфере здравоохранения на сумму в 1 миллиард долларов США, гласит заголовок Daily Mail. Это дело называют самой крупной мошеннической схемой, которую когда-либо раскрывало Американское министерство юстиции. 50-летний бизнесмен из Майами использовал сеть домов престарелых и вспомогательных учреждений в Южной Флориде для мошенничества с правительственными программами здравоохранения США. Издание сообщает, как работала схема. Цитата. Филипп С. Формс, который находился под стражей с момента ареста в 2016 году, обвиняется в откатах и даче взяток врачам и администраторам больниц, чтобы они направляли в его компании своих пациентов, даже если те не нуждались в подобном лечении, говорится в статье. Далее бизнесмен выставлял счета правительства США за неадекватную и ненужную помощь пациентам. По словам прокуроров, С. Формс также подкупил регулятор штата Флорида, чтобы заранее узнавать о неожиданных проверках объектов компании. С 1998 по 2016 год мужчина заработал на этом не менее 37 миллионов долларов. На эти деньги он вел роскошный образ жизни, покупая дорогие автомобили и другие предметы роскоши. Присяжные признали С. Формса виновным по 20 пунктам в окружном суде США в Южном округе Флориды. Обвинения включали в себя заговор с целью обмана Соединенных Штатов, получения откатов, отмывания денег и заговор с целью подкупа. Два сообщника признали себя виновными. Медикея – страховая система, которая охватывает около 60 миллионов человек, в основном пожилых американцев. А программой Медик Эйд пользуются 75 миллионов жителей США с низкими доходами. С 2007 года специальная группа федеральных следователей раскрыла более 4000 случаев мошенничества в американских программах медстрахования. Республика Беларусь открыла туристические экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает белорусский телеканал ОНТ. Стоимость для компании из пяти человек составит примерно 340 белорусских рублей, чуть более 60 тысяч тенге. Группы планируют отправлять два раза в месяц, а более массовые туры стартуют после тестирования двух главных маршрутов. Журналист телеканала убедился, что дозы облучения на территории относительно безопасны для человека и превышают норму примерно в два раза. На некоторых участках уровень радиации превышает норму в сотни и даже тысячи раз, но туда туристов пускать не будут. Атомная энергия как способ борьбы с изменением климата. Насколько это экологично? Вопросом задалась британская журналистка Кейт Браун. Цитата. Общественность часто пытаются убедить в том, что Чернобыльская зона отчуждения, протянувшаяся на 30 километров от взорвавшейся атомной электростанции, надежно хранит внутри себя радиоактивные элементы. Туристы и журналисты, посещающие эту зону, редко осознают, что в южной части страны есть вторая Чернобыльская зона, говорится в статье. Там в течение 15 лет белорусы жили в условиях такого же загрязнения, как и внутри официальной Чернобыльской зоны. И так продолжалось до 1999 года, пока все жители наконец ее не покинули. Опасные газы перемещаются в соответствии с погодными условиями. Они распространяются по всему земному шару и оставляют на земле теневые области заражения, пишет автор. Медицинские данные о состоянии здоровья людей, пострадавших от катастрофы в Чернобыле, показывают. Люди в зонах заражения страдают от раковых и респираторных заболеваний, а также от анемии, аутоиммунных расстройств. У них были обнаружены патологии при родах, проблемы с фертильностью. Все эти заболевания отмечались у облученных людей в два или в три раза чаще, чем до катастрофы. В настоящее время влиятельные политики выступают за масштабное увеличение использования атомной энергии и считают такой вариант способом борьбы с изменением климата. Но печальная статистика вызывает вопросы, которые мы должны обсудить до того, как вступим во второе атомное столетие, заключает автор «Гардиан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова